Денис Погодин, Оля Прохорова. Утреннее шоу первое на Радио Адам. 11 часов и 47 минут в Ижевске, 15 секунд. Ровно столько, ну, как правило, длятся ролики в социальной сети ТикТок. И вот однажды, не так давно это было, в мае, в ТикТоке появился ролик МЧС в Удмуртской Республике. Да, у нашего МЧС есть ТикТок, где женщина, местная жительница, поет водой уставшего пожарного. Боже, какие там были комментарии, ребята, да дай вам бог здоровья, да вы настоящие герои. Такие чувства переполняет. И вот герой этого ролика, начальник пожарно-спасательной части номер 3 Ижевска Артем Романов в нашей студии. Артем, доброе утро. Доброе. Доброе. А можно на «ты»? Да, конечно. Как ты пришел в профессию, расскажи нам. Ну, как пришел? Всему случай в 2009 году, заканчивая детский класс, стоял выбор, куда идти из ГТУ-УДГУ. Но как раз пришли с армии у меня троевродные бради и пришли в пожарную охрану. Вот и постсовствовало этому. Хорошо, то есть это не начиналось из детства пожарным, космонавтом, водолазом? Вот у меня водолазом. Че к чему? В детстве я мечтал стать военным. Я просился в Суворовске, меня не отпустили. Мечта эта потом угасла. Но в 2009 году... Решил, почему бы и да. Артем, смотри, вот все сотрудники радиостанции «Адам», они все помнят как один свой первый эфир. Почему они помнят? Потому что уровень страха зашкаливал. Люди, причем, они находятся в комфортной студии, классное оборудование. Их слушают, слышат. Панический страх. Непонятно даже, чего они боятся. Но они боятся. И они запомнили вот этот свой первый эфир. Каждый. Вот некоторые запоминали тем, что была нестанзурная брань. Это действительно так. Потому что новички и стажеры, они забывали выключать микрофоны и опачки. Но там же происходит эмоциональный выдох за эфиром, а микрофон не выключен. Расскажи о своем первом вызове. Что ты чувствовал? Прежде всего, это была помощь. Город спит. Приезжаем на пожар, горел двухквартирный жилой дом двухэтажный. И просто чувство ответственности, что никого нет. Надо справиться с своими силами. А как же страх? Чувство страха? Знакомо? Не боится. Только глупый, я могу сказать. Но это потом приходит, осознаешь. А там на пожаре об этом не думаешь. Сначала делаешь дело, а потом уже осознаешь, что могло быть, что и как. У вас целая культура. Даже мы видели в социальных сетях, как у вас ребят провожают на пенсию под строями из бронсбойтов. Они в форме, в руках у них чемодан с вещами. Их поливают под этими струями. Они проходят, выходят сырыми из части. Сегодня утром я проезжал улицы Коммунаров. Обратил внимание, пожарные автомобили, они были выгнаны на площадку. И двери у них были открыты. В случае, если кто-то чего-то не понял, я правильно понял? Если вызов не тратить время, пока дверь открыть, пока что просто прыгнули и поехали на вызов. Ну, возможно, вы с утра приезжали, там шел прием, значит, дежурство. Технику принимали в это время как раз. Хорошо. А если отойти от службы, как ты отдыхаешь? Как любишь проводить время, когда не на службе? Чаще всего это все с семьей, жена, сын. Бывает охота, рыбалка. Что запланировано на предстоящие выходные или смены? Ну, когда люди отдыхают, мы обычно работаем. У нас идет усиление, мы на службе. А вам помогают вообще жители Ижевска? Кто для вас является героем Ижевска? Для тебя вот конкретно, Артем. Жители Ижевска? Вы сами видели вот на видео. Да. Живой пример. Да. А как часто это происходит? Как это происходит? Они подходят, предлагают свою помощь. Они общаются с вами. Что они вам говорят? Это происходит, знаете, как-то неперенуженно. Ты работаешь на пожаре, устал, вышел там из зоны задумывления. Они рядом, все равно люди приходят, смотрят, видимо, переживаются, чувствуют. Сами переносят воду, сами предлагают. Хорошо, Артем, что такое череп? Что такое череп? Нет, на вашем сленге. Череп сползать может мешать. Это каска? Так называют ее? Кто-то называет так, но у нас такого нет. А горняк? Горняк есть такое. Это пострадавший. Без признаков жизни, к сожалению. Слушайте, а что вы говорите молодежи, которые приходят? Они такие, вот я хочу быть героем, пустите меня на первый выезд. Как вы их напутствуете? Какие слова подбираете? Ну, прежде всего, не делайте необдуманных действий. Потому что с горяча можно наломать столько дров, о чем можно будет потом долго-долго и сожалеть. Молодых мы сначала к ним приставляем наставников, чтобы они научились, осознали это все. И постепенно, постепенно только вливались. Потому что просто так все сразу не переходит. Артем, с праздником, с Днем Горда, с Днем России, сухих рукавов. Артем Романов, начальник пожарно-спасательной части номер 3. Вот честно, всегда желаю поменьше работы. Вы понимаете, прекрасно наши слушатели, о чем идет речь. Про череп и про горняк я не специально спрашивал. Это я услышал в официальной гимн МЧС. Группа Роднополис специально для вас сделала уникальную композицию, которую мы услышим через мгновение. Еще раз, Артем, спасибо за службу. Хорошего дня. Привет семье. Добрый слой. На радио Адам.